Я познакомился со Стивом Возником как раз в то время. Может, когда мне было лет 14-15. И мы сразу подружились. Он был первым в моей жизни человеком, который знал об электронике больше, чем я. Он мне сразу понравился, и он был старше меня лет на пять. Он поступил в колледж, но его выгнали за розыгрыши. Он жил со своими родителями и ходил в Де Ансу, местный колледж с двухгодичным курсом. Мы быстро поладили и начали придумывать разные проекты. Мы как-то прочитали одну историю в журнале Esquire о парне по имени Капитан Кранч, которому удавалось звонить бесплатно. Уверен, вы слышали о нем. Да. И мы снова просто загорелись этой идеей. Как это ему удалось? Мы подумали, это выдумки. Но потом стали искать в библиотеках разные секретные звуки, которые могли бы это сделать. И вот, как-то вечером, мы забрели в Стэнфордский центр линейных ускорителей, где была куча технической литературы в библиотеке. И на самом дальнем ряду, на нижней полке, в углу, мы нашли технический журнал AT&T. И там было сказано все. И этот момент я тоже никогда не забуду. Мы увидели этот журнал и подумали, боже, это все правда. И мы решили сделать устройство, которое издает эти звуки. И вот как оно сработало. Знаете, когда вы звоните по межгороду, вы слышите эти звуки. Они похожи на звуки, которые издают кнопки вашего телефона, но они другой частоты, и их нельзя подделать. Оказалось, это сигнал телефонного компьютера другому, который контролирует все компьютеры в сети. И AT&T допустили фатальную ошибку, когда создавали первую телефонную сеть, цифровую сеть, где сигналы компьютера находились в диапазоне человеческого голоса. То есть вы могли сами издать эти звуки в трубку, и буквально вся международная сеть AT&T приняла бы вас за компьютер AT&T. В общем, за три недели мы сделали вот такую коробку. Я помню, сначала мы позвонили в Лос-Анджелес, одному из родственников Воза в Пасадене. Мы набрали не тот номер, разбудили какого-то мужика посреди ночи и кричали ему, вы не понимаете, мы звоним бесплатно, но он ничего не понял. Для нас это было чудо, и мы стали делать эти синие коробочки, так мы их называли, и на каждой делали надписи. Наш логотип был «У него весь мир в руках». И они работали. Мы создали лучшую коробку для бесплатных международных разговоров. Целиком цифровую, никаких наворотов, вы можете просто подойти к платному телефону, связаться с White Plains, а потом по спутнику с Европой, а потом с Турцией, и опять вернуться в Атланту. Можно звонить по всему миру, можно обойти всю Землю 5-6 раз, потому что мы узнали все коды к спутникам и так далее. Можно по платной линии связаться с соседом за стеной и минуту кричать в трубку, и только через минуту ты услышишь ответ на том конце провода. Это было удивительно. Вы спросите, что тут интересного? Интересно было, потому что мы были молоды, и мы поняли, что можем сами создать что-то, что может управлять инфраструктурой на миллиарды долларов.